Валерий Константинович, а это у меня Южакова. Особая благодарность за выпускное издание, имеется ввиду, прочитала на духу, залечила пробелы и раны, знания по обрезке, там у меня есть большой раздел по обрезке. Ради этого, за один этот раздел, как надо резать, а как вообще нельзя резать, я только из-за этого, памятник возникниру Которны, я так считаю, уже из-за этого хочу не пропускать последующие издания. Ваши диски у меня есть, это может быть карманным праведным путеводителем. Вот, Инна Ю, так вот, Инна, не будет никаких последующих изданий, вот он, если 20 тысяч лежит без движения, 200 тысяч из моего кармана испарилось, вот, ну, вы бы спасибо похвалили. А вы еще несколько человек, очарованных первым изданием, попросили скорее издать второе, думая, что я не буду. Да, мы тоже так думали. Видите, как вверху написано, выпуск номер один, вот, надо было написать выпуск первый и последний. Вот, я к вам, друзья, призывал, на Новый год, на мой свой марк, на любой праздник, на день рождения любой, выпишите вы десяток, это не так дорого. Все равно, получается, дешевле бутылки водки. И тогда вы раздарите всем. И тогда вот это вот не будет обрезка вот эта дебильная, о которой я говорил. Оказывается, бесполезно. Сегодня я одну такую продал. Приезжали покупатели, и одну брошюру за 100 рублей продал. Вот так. Целых 100 рублей. Так, это моя фотография. Это вишня войлочная. Она неубиваемая вообще. Каждый год плодоносит. Один год только как-то дала пол ведра, а так обычно несколько ведра. Прохожие, она у забора просит покушать, просит ведерко собрать. А, пожалуйста. Это она еще молодая была. Вот, запомните. Если один ствол, это дерево. Если несколько стволов. Это куст. Принципиальный вопрос. И вот эти нижние ветки отрезать. Надо же это руки обрывать. Ты ветку отрезал, тебе пальцы раз, палец. Ты еще одну отрезал, второй палец. Вот так должно быть. У меня плодоносили ваши вишни. Волочные замечательные, но пропали в одну зиму. Хочу снова развести. Разводите. Причина. Вот. Только сверхсуровая зима. Вот такая какая была. Тогда вишня была во всех садах. Половине садов она исчезла. Вот. Это было. Если не делать искусственные штампы, и убить практически невозможно. У вас они пропали за одну зиму. Но причину надо бы. А так как бы. Увидеть бы ваш скелет оставшийся. А вдруг у вас в штампе, и вам надо пальцы пообрезать. Я же не знаю. Простите меня за лишнюю агрессивность. Одному если пальцы обрезать, и миллиону людей больше не подойдут дерево с секатором. Просто так. Я уже тоже становлюсь зверем. Сколько можно учить-то? Так. И наконец я вам мерком показал. А теперь я показываю медленно. Вот. Плодоносит яблоньки и семян. Двенадцатого года. Двесять лет прошло. Вот. Представляете? Но. А, я вам сейчас скажу. Это не в двадцать втором году. Снимки сделаем. Сейчас скажу. Ага, нет. Раньше. Ну то есть возможно. На какой год заплоднюсь не знаю. Давайте смотреть, что такое Вологодская область. Посмотрите. Конечно же я и косы семечки самых шикарных ябл. Вот попробуй догадать, кто в них отец. А. А помните, у меня тыкали дички. А у Дмитрия на выросли дички. Но дичками я их не назову. Ну назовем их гибридными. Назовем их полу-культурными. Вот так пойдет, да? Следующее. Ну что? Киньте у меня камень. А вот. Киньте у меня камень. У меня есть полу-культурки, есть ранетки. Я горжусь ими. Вот такие же у меня есть. Я горжусь ими. Ну еще у меня. Можете этим яблоком меня кинуть. И этим. Это все мои семена. И этим. Одно из преимуществ освоения ментора по железу. Не возвращается в дикое состояние. Вот. Это самое. Так же семечко посадил. Ну чем на Баеву. Художник ему это. Руки чесались, он взял, вырастил из сеньца. После получил несколько слов о дичках Антоновых, как Мичурин. Еще раз. Мичурин взял эти прекрасные плоды с привитого. С привитой Антоновки. Выкорил семечки, посадил, вырастил дички. И виновным назвал дички, на которые был приют Антоновка. Поняли? То есть, а дичка через Антоновку и плодам передались дикие качества. Вы в это верите? 50 на 50. Никогда мы не узнаем, ни прав он, ни неправ он. Вот. А теперь возьмем несколько поколений. Со второго. Не с первого на третье, а со второго на третье. Не с первого на четвертое, а с третьего на четвертое. И вот переносим, переносим. Вот. И что получается? Процент дикости там должен уменьшиться вот до такой степени. Согласны? Процент дикости должен быть уменьшиться. Допустим, на четвертинку, потом еще возьмем теперь на восьмушку. На одну шестнадцатую и все, приехали. Ну, чем не пример? Можно выращивать это? Да, ведь это один из самых ярких ключевых, не по 12 лет, 10 лет назад он взялся с 7 и 7. Здорово. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!